Как отметил заместитель председателя комитета по делам СНГ в российской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев, соглашение позволит регулировать взаимное признание документов, подтверждающих факт установления инвалидности военнослужащих. Целью соглашения является обеспечение и регулирование взаимного признания документов, подтверждающих факт установления инвалидности граждан Российской Федерации, ставших инвалидами вследствие ранения, контузия, увечья или заболевания, полученных в связи с прохождением службы на территории Республики Южной Осетии, и уволенных из Министерства обороны и из Министерства внутренних дел Южной Осетии, Министерства обороны и Министерства внутренних дел Российской Федерации. В результате упомянутые лица по их выбору приобретают право на пенсионное обеспечение по законодательству либо Российской Федерации, либо Южной Осетии. В Российской Федерации это первое соглашение о взаимном признании документов, подтверждающих установление именно инвалидности. Соглашение отвечает интересам Российской Федерации, направлено на развитие, союзничество, интеграцию между Российской Федерацией и Республикой Южной Осетии. Соглашение заключается на 10 лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды. Соглашение было подписано 17 марта 2020 года в Москве. С российской стороны реализацию соглашения будут контролировать Минтрод, Минобороны и МВД РФ, Сюгостинская сторона Минздравсосразвития, Минобороны и МВД Южной Осетии. Уполномоченные органы будут информировать друг друга о действующем в их государствах законодательстве, регулирующем вопрос установления инвалидности и о его изменениях. Зарина Кочиева, Рауль Кочиев, Заре Марсоева. Информационный выпуск сегодня.